Здравствуйте! В эфире город С.Татьяна Дмитриева. Как развивается Куйвышевская железная дорога? Какая социальная поддержка оказывается работникам и ветеранам РЖД? И легко ли устроиться туда на работу? Об этом говорим сегодня. В нашей студии заместитель начальника Куйвышевской железной дороги филиала ОАО РЖД по кадрам и социальным вопросам Александр Шведов. Ваши вопросы, как всегда, задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Александр Викторович. Добрый вечер. Ну, железная дорога, она всегда важна, и особенно в такие сложные моменты для страны. Вот как пример, это война, когда наша Куйвышевская железная дорога стала буквально дорогой жизни. И сегодня тоже, так скажем, не такие простые времена. Вот сегодня что-то меняется в работе вашего предприятия? Какие-то вот появляются новые условности, которым вам приходится приспосабливаться? Или нет? Или все идет как шло? Ну, если говорить условности или как работает сегодня Куйвышевская железная дорога, то я могу сказать однозначно, что вот мы же говорим, что вот сегодня у нас непростые условия в стране экономические сложились. Но я могу однозначно сказать, учитывая, что Куйвышевская железная дорога, наверное, являлась одним из крупнейших, и является на сегодняшний день одним из крупнейших работодателей в нашем регионе, в городе Самаре, то могу вас заверить только одно, что сегодня, несмотря на все сложности, мы продолжаем работать. И сокращение не произошло, не происходило. Вопрос сокращения, он всегда был больной, но я могу вас заверить однозначно, что вот мы не идем по пути сокращения людей. То есть да, конечно, вопросы изменения численности, вопросы оптимизации, они всегда присутствуют и всегда присутствовали. Но вот тех моментов, когда мы говорим о том, что мы выгоняем людей на улицу или что-то еще, конечно нет. То есть мы всегда решаем эти вопросы внутри компании, мы всегда, если даже такие вещи возникают, мы всегда предлагаем трудоустройство и так далее. Поэтому мы всегда идем в этом направлении, потому что компания РЖД, объективно, это социально направленная компания. Да, ну это да, и престижная компания, многие стремятся туда попасть. Скажите, пожалуйста, а вакансии есть на сегодняшний день? Да, конечно. Есть? А вот какие, если можно подробнее, потому что кажется, что сегодня сложно устроиться на работу, и тем более в такую компанию, престижную, который хороший социальный блок и так далее. То есть сегодня мы готовы брать на работу монтеров пути, сегодня мы готовы брать на работу электромонтеров контактной сети, электромонтеров СЦБ, помощники машинистов-локомотивов. Рабочие специальности. Скажем, да, так называемые кадры массовых профессий, как мы их называем, всегда, пожалуйста, доступ открыт. То есть причем мы готовы набирать людей, мы готовы их обучать, мы готовы их трудоустраивать. А почему так ценится среди жителей работа на железной дороге? Что у вас такого есть хорошего, что люди стремятся работать на железной дороге? Ну, все-таки я думаю... По социальным вопросам, какое обеспечение? Все-таки вот я думаю, что во всех вот событиях, которые происходили у нас за последние 20 лет, все-таки железная дорога смогла сохранить свои традиции, свое лицо. И если мы говорим о том, что компания социально ориентирована, то вот для своих работников на самом деле сегодня оказывается масса, создается масса условий. То есть понятно, что есть зарплата, но помимо зарплаты мы прекрасно понимаем, что есть определенный социальный набор. Причем, если мы будем говорить, вот мы же все с вами читаем так или иначе объявления, да, там требуется. И иногда там пишут полный соцпакет. Но ведь мы же должны с вами понимать, что вот фактически по закону полный соцпакет, ну, 28 дней отпуска. Это не очень реально, да? Ну, доплата за вредность, да, там, оплата больничных. То есть, ну вот фактически полный соцпакет. Сегодня железная дорога, помимо всего прочего, мы готовы предоставлять услуги социального характера для наших работников. То есть это и медицинское обеспечение, это оздоровление в наших ведомственных санаториях, которые мы, слава богу, сегодня сохранили. Сохранилась система образования, то есть это и детские сады. Есть у нас и школа, и интернат на сегодняшний день работает. Вот поэтому все вот эти вопросы, они решаются. Вот на мой взгляд, еще как бы одним серьезным вопросом является это вопрос и не государственного пенсионного обеспечения. То есть фактически мы каждому своему работнику, каждому предлагаем систему финансирования, софинансирования. То есть 50 на 50 человек вносит, РЖД готова вносить такую же сумму на индивидуальный пенсионный счет сотрудника. И так далее. Действуют у нас на сегодняшний день и детские оздоровительные лагеря. Вот буквально несколько дней назад вторая смена в лагерь Услада заехала. На Усе у нас лагерь функционирует, поэтому направляем мы наших детей в рамках корпоративных программ и на побережье Черного моря. Поэтому много вопросов социальных решается для наших работников. Да, вот теперь понятно, да. Но у вас еще действует коллективный договор, да, организации. Вот что это за договор и как часто можно обновить пункты этого договора? Вот интересно просто. Ну, коллективный договор ООО РЖД, он принимается на три года. То есть вот на сегодняшний день он действует, он был обновлен. Вот, конечно, какие-то изменения, они могут вноситься, но я могу вам однозначно сказать, что перед тем, как принять этот документ, каждый пункт, он настолько серьезно прорабатывается и в согласительных комиссиях. Это происходит и на уровне дороги, это происходит на уровне центрального аппарата. Поэтому, как правило, вот достаточно длительное количество лет он действует. Ну, наверное, вот сколько железной дороги существует. Конечно, были другие названия, но вот таких коренных изменений никогда не вносилось. То есть глубокая проработка вопросов позволяет нам абсолютно спокойно работать и решать свои вопросы. Вот вы сказали про название, кстати, вот Куйбышевская железная дорога называется. А никогда не возникало у кого-то вот мысли изменить это название на Самарскую? Нет, никогда не возникало. Нет, а с чем это связано? Потому что вот осталось как бы и осталось, хотя вот многое меняется. Ну, вы знаете, ну, самое простое объяснение, да, что никто штамп поменять просто в свое время не захотел. Да, но я вам могу, конечно, это шутка. Ну, объективно вот было принято такое решение на уровне страны, и куда бы вот мы сегодня не обратили свой взор, да, любую дорогу возьмем. Ну да, Свердловская, кстати. Грубо говоря, да, Екатеринбург, а дорога осталась Свердловская. То есть это тенденция такая общая по стране. Да, поэтому здесь ничего не меняется, и я думаю, это правильно. Да, ну, тем более Куйбышевская, это такая легендарная железная дорога, мы уже упомянули вот про войну, какой героический подвиг совершили сотрудники железной дороги. Я как раз хотела вот сказать про ветеранов. Бывает часто, что отработали люди на предприятии, ушли и остались забытыми со своими проблемами наедине. Вот у вас относительно ветеранов существует какая-то программа, которая реализуется? Как вы их поддерживаете, если поддерживаете? Да, конечно. Ну вот, во-первых, нужно назвать вот соотношение. Вот послушайте, да, вот цифра какая. Сегодня на Куйбышевской дороге работающих, это порядка 59 тысяч сотрудников в целом, вот, и ветеранов 50 тысяч. Да. То есть вот цифра, да, вот. И я могу однозначно сказать, вот все ветераны Куйбышевской железной дороги, которые доработали до пенсии, которые ушли на заслуженный отдых, ну, на самом деле они сегодня не обделены вниманием. Ну, что бы мы ни говорили, конечно, сегодня вот любого ветерана в первую очередь, ну, что бы мы ни говорили, да, мы можем говорить о пенсиях, что они недостаточные. В первую очередь, конечно, есть определенная финансовая поддержка, которая оказывается нашим ветеранам. То есть специально создан фонд почет в РЖД и финансируется, и вот наши ветераны, то есть им оказывается ежемесячная поддержка через этот фонд к каким-то значимым событиям, к праздникам и так далее. То есть вот достаточно большая поддержка была оказана в рамках празднования Дня Победы. И причем это не только финансовая, то есть мы произвели капитальный ремонт жилья для наших участников Великой Отечественной войны. Вот ветераны у нас пользуются льготами, которыми они пользовались и как работники, то есть фактически это и бесплатный проезд раз в год в поездах дальнего следования. Это обслуживание в пригородных поездах бесплатное. За ними сохраняется медицинское обеспечение, за ними сохраняются оздоровительные мероприятия, то есть в наших санаториях. Очень важно, что для ветеранов, конечно. Функционируют, конечно, советы ветеранов. Хотелось бы, конечно, сказать, что отметили мы с вами великий праздник, наш 70-летие Победы Великой Отечественной войны. И вот насколько все-таки теплые люди в компании работают. То есть была объявлена такая акция сначала. Мы искали аналогию с событиями, и мы ее назвали «70 поездов к 70-летию Победы». То есть смысл был в следующем, что машинист локомотивного ВДП «Пенза» выступил с инициативой, что давайте проведем 70 поездов, а деньги мы сдадим в фонд наших ветеранов. В итоге, конечно, 70 поездов превратились в 300 поездов, плюс поддержали работники других профессий. То есть нам удалось собрать достаточно значимую сумму, и мы смогли направить ее на поддержание наших ветеранов. И были продуктовые наборы, и провели для них ряд мероприятий, и кого-то оздоровили. То есть вот такие интересные вещи сегодня происходят. Я думаю, что инициатива не сверху, вот как мы говорим, да, давайте вот соберем деньги и отправим там поезда. Вот действительно люди самые... Ну, это вот традиция, да, мы же помним там, вот помните такой депоезд знаменитый, Москва сортировочная, да, там еще со времен очень давних все идеи оттуда зарождались. И вот поддержка, как правило, вообще машинисты, это вот самый передовой класс считается на железной дороге. И как правило, вот все такие инициативы, они именно от них идут. Да, Александр Викторович, а как вы, вот почему вы связали свою жизнь с железной дорогой? Вы пошли по чьим-то стопам, это у вас семейная традиция, или вы первый вообще, первооткрыватель в этой профессии? Я первый, я первый, да. А почему, вот чем вас привлекла железная дорога именно? Ну вот если честно сказать, да, вот мое детство прошло, есть такой у нас поселок Запонской называется, знаете, наверное. Ну и вот у нас дом был прямо около Ленинградского переезда, просто ходили на бревнышках сидеть, смотреть на поезда. Ну вот так в жизни получилось. То есть с детства уже так? Лет, наверное, с пяти. И вы уже заболели вот этой профессией поездами. Да, да, да. Хотел водить поезда, ну вот получилось. А как давно вы сами путешествовали на поезде? Интересно, потому что вы можете в это время оценить работу работников организации. Буквально несколько дней назад, да. То есть такое происходит. А у вас какие-то отдельные вагоны или вы можете... Нет, нет, все вместе ездим. Все вместе. Я хочу обратиться к телезрителям, сказать, что сегодня у нас в гостях заместитель начальника Куйбышевской железной дороги. И ваши замечания, предложения по работе филиала УАО РЖД вы можете озвучивать по телефону 202-11-22, звоните. Ну, как говорится, работа с людьми, это считается одной из самых сложных. И я тут узнала, когда готовилась к программе, что вы еще занимаетесь и общественной работой. Эта работа тоже с людьми. Вы председатель общественного совета имени Щерса Железнодорожного района Самары. Скажите, пожалуйста, вот эта общественная нагрузка, в связи с чем у вас возникла такая потребность? Кроме профессиональной работы с людьми еще и общественной. Интересная история, да, если вот мы будем говорить об этом, то Железная дорога, она всегда тесно сотрудничала и с городом, и с районом. И не важно, что это Самара, будь то Пенза, будь то Ульяновск. То есть всегда мы находили общий язык, всегда к нам обращались и администрации районов. Скажем, проведение тех же совместных субботников, да, и всегда мы шли навстречу, и всегда наши люди были готовы выйти, помочь району, помочь городу, благоустройству территории. Вот объективно в Самаре мы всегда, помимо всего прочего, проводили и совместные мероприятия. Вот опять же вот тот же самый День Победы, будем так говорить, что вот для жителей Железнодорожного района, по крайней мере, было проведено мероприятие совместное с дорогой на стадионе, локомотив и концертные программы. И вот все вот это накапливалось, и вот буквально не так давно, вот мы же знаем, что сегодня меняется, по крайней мере, система местного самоуправления, были приняты определенные решения о создании общественных советов. И вот подумав несколько, учитывая, что действительно выстраивается вот такое хорошее взаимодействие на самом деле и с городской администрацией, и с районной, ну вот я для себя принял решение, что, наверное, я могу быть полезен в решении и дальше, да, все равно... Тем более, что опыт у вас уже есть, конечно, кому как не к вам с такими социальными вопросами часто приходят люди, да. И здесь просто вопрос еще стоит в том, что, конечно, нужно попытаться быть неравнодушным человеком, да, и только тогда можно решать какие-то проблемы. То есть нужно, по крайней мере, даже хотя бы попробовать выслушать человека. А вот если сейчас проанализировать вот эти проблемы, скажите, пожалуйста, вот в этом рейтинге проблем, какие больше всего, какое направление занимает большую часть? С чем люди чаще всего обращаются? Какие проблемы самые больные? Ну, вот, по крайней мере, вот те встречи, которые мы провели за последние полтора месяца, в основном, конечно, на первом месте стоят вопросы ЖКХ и вопросы благоустройства территорий. То есть вот как бы вот ключевые вопросы, которые люди сегодня задают. А как общественные советы, общественники могут помочь решить эти проблемы? Потому что задача-то основная – помочь решить проблемы, не выслушать, да, не посочувствовать. Вот как раз цель общественного совета, вот она в этом и заключается. Потому что не каждый раз человек, да, житель дома, там, житель микрорайона пойдет в свою районную администрацию, там, будет пытаться попасть на прием к главе района, к заместителям. Бесогласно. Вот, ну, потому что, ну, технология есть технология, и спонтанно не всегда это получается. То есть объективно анализируя вот эту ситуацию, на сегодняшний день вот у нас есть такое право, имеем мы такую возможность напрямую общаться вот с руководителями этого уровня. Причем фактически в режиме онлайн, постоянно, ежедневно, там, ежечасно. И нас всегда выслушают, и всегда мы можем эти проблемы обозначить, вот, и поставить, что да, вот действительно нужно это решать. Вот, объективно, сегодня, конечно, уже ряд вопросов, наработки есть, и причем есть, и положительные решения. Конечно, мы находимся в начале славных дел, вот, но я надеюсь, что в дальнейшем мы сможем оказывать дальнейшую помощь. К нам поступает первый вопрос от телезрителей, еще раз напомню, телефон 202-11-22, звоните, еще есть время, Татьяна интересуется, почему в этом году было плохо организовано пригородное сообщение, были большие интервалы, больше шести часов, например, в направлении Курумыча. Ну, вот, с электричками это на уровне президента, да, вопрос прозвучал, решался. Вот, почему вот такие сбои возникли? Вот, вы согласны, что шесть часов перерывов был интервал? Ну, давайте так, вот, я не могу сейчас однозначно ответить на этот вопрос, то есть я готов этот вопрос записать и дать уже непосредственно ответ телезрителю, там, в течение нескольких дней. Да, ну, сегодня восстановлено, да, как бы вот пригородное сообщение нормально, как бы жалоб, наверное, нет. Ну, это не столько ваша тематика, хотя сказать, что социальные направления тоже присутствуют и в этом вопросе тоже. Просто нужно конкретно вот этот вопрос, нужно просто конкретно посмотреть, какова ситуация, то есть я готов дать ответ, ну, скажем, в течение трех дней, объективно, если у меня будут координаты телезрителя, я ответ предоставлю. Вы уже начали говорить про работу общественного совета и сказали, что вы в начале пути, но все-таки вот что конкретно сделано уже вот за такой небольшой промежуток? И как долго, кстати, он еще продлится? Вот сколько у вас еще есть времени для того, чтобы пообщаться с людьми? Нет, ну, давайте так говорить, что общественный совет это, в принципе, постоянное объединение, которое будет функционировать и в дальнейшем. То есть мы не говорим, что он просуществует месяц или два, то есть это организация, которая работает на постоянной основе. Вот. В перспективе, в перспективе, просто чтобы тоже было понимание, в чем смысл общественных советов, то есть на сегодняшний день мы понимаем, что меняется система самоуправления в городе. То есть фактически 20 лет мы с вами жили в таком режиме, когда бюджет аккумулировался на уровне городской администрации, вот, и глава района, ну, наверное, оставался фактически бесправным человеком, но там элементарный вопрос, вывести мусор или спилить дерево, то есть нужно было подавать заявку наверх, пытаться там решить, там выбить эти деньги. Мы прекрасно понимаем, как заявки такие ходят. И вот фактически было принято решение на уровне губернатора, на уровне области, согласовано, соответственно, с городом, что часть бюджетов должны спуститься на уровень района. Как раз вот именно для решения вот именно вот таких вот насущных проблем населения. Вот, и, наверное, это правильное решение. И мы опять сегодня возвращаемся к структуре, да, мы же тоже помним, что были районные советы, там, народных депутатов, горсоветы. То есть фактически система вот, она возвращается, она меняется. Ну, наверное, новое это хорошо забытое старое. То есть сегодня выборы депутатов будут проходить на уровне районов. Вот, соответственно, в городскую дому уже вот эти люди будут направляться из районов на, как бы тут вот сказать, получше. Вот я хотела, пока вот вы подумайте, вот уровень активности, понятно, про власть это, как бы власть, а вот уровень активности людей как-то меняется вот в связи с этим изменением, что они чувствуют, что станет больше людей, которые будут заниматься их проблемами. Вот что-то происходит, потому что от людей тоже очень много. Пока еще сложно сказать, пока я бы еще не сказал. Ну, единственное, я могу сказать, что, по крайней мере, вот те встречи с людьми, когда мы встречаемся, они надеются, что будут какие-то изменения. Они надеются. Я вот просто могу сказать, вот если мы говорим о каких-то изменениях, да, что мы сделали, да, то есть мы там зафиксировали, допустим, вот есть какие-то проблемы. Ну, опять мы говорим, все изменения начинаем с себя. Ну, вот буквально не так давно, да, вот стоял вопрос, то есть мы встречались с жителями, ну, назовем там адрес Урицкого 20. То есть мы встречались с жителями, были обозначены проблемы дворовой территории, вот, организовали совместный субботник, привели в надлежащий вид территорию, там, покрасили заборы, вывезли мусор и так далее. Но ведь самое интересное мы должны понимать, то есть можно делать сколько угодно, но если люди будут оставаться пассивными, пассивными, то изменения к лучшему тоже происходить не будут. Да, самый элементарный пример. Мы убрались, на другой день там уже жалоба, а вот у нас опять бутылки, но ведь мы говорим о том, чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Поэтому в любом случае от активности жителей и микрорайона оно тоже будет зависеть, в какую сторону мы будем двигаться, насколько у нас будет все получаться. Да, понятно, что есть проблемы сегодня ЖКХ, как мы говорим, но это глобальные проблемы. Но если мы будем решать какие-то элементарные вещи о наведении порядка в своем собственном подъезде или в своем собственном дворе, это все равно будет зависеть от жителей. Да, конечно. Вот к нам часто приходит Виктор Иванович Чесовских, который занимается вопросами ЖКХ в общественной палате Самарской области в частности. Он и говорит, нужно идти не параллельно, вот мы жильцы, вы ЖКХ, а вот содействовать и вот сотрудничать, и тогда что-то будет меняться. Но это такое отступление. Следующий вопрос от Ольги. Как решается вопрос в получении жилья молодым специалистам на железной дороге? Есть ли у них льготы? Вот это, наверное, тема, которая для молодых семей и специалистов. Это очень интересный вопрос. Я, наверное, считаю, что действительно железная дорога – это действительно одно из тех предприятий, где эти проблемы действительно решаются. А вот как-то подтвердить ее? А вот как подтвердить? Конечно, конечно, конечно. То есть на сегодняшний день любой молодой работник, который к нам приходит работать на железную дорогу, скажем, после окончания вуза, после окончания техникума, то есть придя к нам работать, он получает статус молодого специалиста. Вот. Соответственно, любой молодой специалист, который пришел работать на железную дорогу, имеет возможность подать заявку на льготную ипотеку. То есть фактически под минимальный процент подается заявка. Мы рассматриваем это на комиссии. И я могу сказать однозначно, вот за последнее время молодые специалисты приобретают квартиру, имеют возможность ее приобрести в течение буквально трех лет. То есть если вы встали на очередь, все равно, потому что, учитывая, что эти программы, они льготные, все равно есть некая очередность. То есть, ну вот если мы сегодня ставим человека на очередь, то через три года он получает льготную поддержку ипотечную, имеет возможность приобрести квартиру себе в собственность. Ну и помимо всего прочего, это касается, ну уже не только молодых работников, но и в принципе, то есть у нас есть социально значимые, не социально значимые, значимые категории работников. Это какие категории? Период работы в этой должности, то есть мы даем служебное жилье. Понятно. Вот. И объективно, даже если мы будем говорить, вот мы про молодых работников проговорили, но вот ипотечная программа, она распространяется и на остальных работников компании. Ну просто сроки больше, да? Сроки тоже в пределах трех лет. Все в пределах трех лет. Поэтому эти вопросы решаются, и я считаю, что это одно из наших преимуществ на сегодняшний день. А еще какие-то, вот кроме жилья, ипотеки, для молодых специалистов есть какие-то льготы? Вот почему нужно к вам идти? Конечно. Конечно. Но в любом случае давайте начнем со следующего, что перспектива карьерного роста, она однозначно имеет место быть. Конечно, мы можем говорить, что здесь все зависит от каждого человека конкретно взятого, но тем не менее. Каждый человек находится изначально в равных условиях, и если он к чему-то стремится, то он имеет возможность достаточно серьезного карьерного роста. Это первое. Ну и на первых порах, чтобы мы не говорили, в любом случае оказывается и финансовая поддержка в связи с переездами, в связи с устройством на новом рабочем месте. Потом у нас разработаны очень серьезные молодежные программы, направленные на развитие молодежи. То есть действует совет молодежи дороги, то есть мы проводим периодические слеты, то есть мы занимаемся с этими ребятами. Ну вот буквально у нас группа наших работников вернулась с Иволги, то есть выезжали семь человек, то есть представляли свои проекты. Да, представляли свои проекты. Он уже занял какое-то место, интересно, или нет? Там уже какие-то вот призы, награды, нет? Отмечен как-то был этот проект? Ну или хотя бы чего был посвящен, что вот интересно. Ну в основном все наши проекты, они посвящены именно улучшению работы отрасли непосредственно. То есть это проекты, которые направлены на решение серьезное. То есть они живые, они реальные. Железные дороги. Да, то есть и эта задача, причем она ставится и руководством компании сегодня. То есть, допустим, это не только Иволга, то есть вот у нас проходят свои слеты молодежи ежегодные. И всегда выставляются проекты, там не менее 40, то есть где мы можем все увидеть, идеи молодежи. И при этом мы готовы сотрудничать здесь и с другими организациями. В частности, вот в этом году в нашем слете молодежи принимали представители Сбербанка. То есть мы всегда открыты к общению. Они тоже представляли свои проекты. Да. Поэтому мы совместно работаем. Да. Но нужно отметить, что вы действительно, как вы уже сказали, что вы легко контактируете, идете навстречу и городу, и области. И вот был такой проект, мы тоже его обсуждали в этой студии, посвященный 70-летию победы, матчу, который в 43-м году проходил. И при помощи ваших работников вы так вот картинку эту возобновили, да, провели такой же матч. Это тоже вот очень достойно, то, что вы откликнулись. Ну вот да, мы, кстати, пришли к соглашению, что, наверное, мы будем проводить максимально часто. Но вот на следующий год мы договорились о проведении аналогичного матча. Ну, могу только гордиться, что в те далекие годы, когда этот первый матч состоялся, Куйбышская железная дорога победила. А в этом году как прошло? В этом году тоже. Ну, поздравляю вас с этим. Следующий вопрос от Ирины Михайловны. Почему на железной дороге выросла плата на детский сад? Первый вопрос. И второй. Я работаю уже 8 лет и могу ли получить целевое направление на поступление в институт? Вот первый вопрос. И второй. Плата за детский сад и второе направление целевое в институт. Ну, давайте так. Плата за детские сады, она в любом случае складывается из расходов, которые несет учреждение. В любом случае мы понимаем, что меняется коммунальная оплата, мы понимаем, что производятся капитальные работы, капитального характера. То есть, соответственно, мы видим, как меняются сегодня, конечно, цены. Вот, разумеется, родительская плата, она подрастает. Разумеется, она подрастает. То есть, это, ну, необходимые условия. Ну, это объективная реальность. Растет, если мы посмотрим, все растет. Да, поэтому, к сожалению, мы не стоим в стороне и как бы мы завязаны в общей экономической ситуации. Поэтому вот такие моменты и происходят. Конечно, это не очень хорошо, но так есть, к сожалению. Ну, если вот трудная материальная ситуация у вашего сотрудника, она же может к вам обратиться за материальной помощью, да? Да, за материальной помощью. Да, так дальше. То есть, всегда рассматриваем, то есть, работает специальная комиссия, поэтому все эти вопросы решаются. То есть, если человек в жизненной ситуации оказался. И второе, целевое направление на поступление в институт, это вот о чем идет речь? Ну, вопрос нужно рассматривать в индивидуальном порядке, да? Восемь лет человек отработал, то есть, если для себя, то есть, мы должны понимать, что сегодня программа, конечно, приоритет отдается очному образованию, все мы понимаем. Да, заочная система образования, она на сегодняшний день осталась, но в первую очередь мы направляем туда людей, ну, скажем так, есть так называемая программа вывода практиков. То есть, когда человек работает, ну, предположим, на инженерной должности без соответствующего образования, но это тянется еще достаточно давно, когда такая, то есть, сегодня, конечно, таких случаев их уже остается минимальное количество, но тем не менее, они еще есть. И мы предлагаем человеку, если у него нет высшего образования, то есть, по целевому направлению пройти вот это обучение в нашем железнодорожном ВОЗе. То есть, ну, я готов с телезрительницей эту тему обсудить, то есть, 350-й кабинет управления дороги, готов с ней встретиться и уговорить эти вопросы. А вообще вы проводите такие приемы, ну, ваша должность, наверное, это предусматривает, да? И по каким дням или как? К вам нужно записываться на приемы? Да, записываться нужно, да. Приемная 303-44-97. В принципе, прием, он, конечно, там обозначен по дням, но объективно, если есть необходимость, я готов выбрать время и встретиться с человеком. Да. У нас остается буквально меньше минутки. Вот какое-то мероприятие ближайшее, которое вы хотели бы анонсировать, куда пригласить своих работников? Ну, вот я бы хотел два момента обозначить. Во-первых, 2 августа, это день железнодорожника на площади Куйбышева. Состоит с участием звезд российской эстрады. Будет огромный праздник. Ну, пока заинтригуем. И второе? Очень коротко. Ну, а второе, в любом случае, 13 сентября день выборов. Ага. Все. И я всех приглашаю принять там участие. Спасибо. Ну, удачи вам и в профессиональной работе, и в общественной вашей деятельности. Всего хорошего. Спасибо вам за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!